Здравствуйте! Новости в эфире Афонтово в студии Ольга Дубровская. Как получить аккредитацию для своего автомобиля, если вы живете рядом с объектами универсиады? Подробную инструкцию покажем через несколько минут, а пока о других темах выпуска. Дольщики реставрации обратились к президенту. Фактических действий никаких не предпринимается. Нет планов достройки, нет дорожных карт. 200 человек собрались сегодня у краевой администрации, когда чиновники обещают возобновить стройку. Медики теперь летают по воздуху. Мы под него подкладываем эти носители из дороги, цепляем ремнями и туда замоким. Сколько вертолетов будут обслуживать красноярских пациентов? Подарки для гостей универсиады. Вот этот вот симпатичный хоккеист, скорее всего, достанется игрокам в национальной сборной. Красноярцы мастерили игрушки полтора года. Чем удивят спортсмены? Снести кафе Кантри на проспекте Мира с таким требованием обратилась в суд прокуратура. Ранее ведомство проверило законность строительства двухэтажки на Мира-102. Оказалось, при возведении объекта нарушили земельное и противопожарное законодательство, а также нормы СанПин. Нарушения допустили и собственники, и администрация. По итогам проверки прокуроры подали иск в суд Центрального района и требуют отозвать решение на строительство и обязать собственника снести здание и восстановить на этом месте брусчатку. Напомню, ранее строительством кафе заинтересовались и сотрудники Федеральной службы безопасности. Они провели проверку и все нарушения зафиксировали и передали следователям. Не исключено, что в итоге заведут уголовные дела. Новый пункт мониторинга воздуха установили в Свердловском районе. Вагончик, который будет делать замеры, появился сегодня около районной администрации на 60 лет октября. Известно, что стоит лаборатория 25 миллионов рублей. Закупила ее частная компания и передала Министерству экологии и рационального природопользования. Такой же пункт оборудуют и на улице Котовского, это в Кировском районе. Чиновники говорят, комплексы позволят улучшить качество экологических исследований. Теперь таких пунктов в городе будет 11. Накануне в Красноярске 5 дней продержался режим черного неба. Вредные примеси не рассеивались в воздухе. И, как правило, режим НМУ каждый год ближе к весне вводится все чаще. Изменятся ли как-то результаты исследований с увеличением количества лабораторий? Мы, конечно же, проследим за этим. Более 200 дольщиков реставрации обратились к президенту с просьбой помочь решить их проблему. Люди отчаялись. Стройка на 10 объектах не двигается уже почти 6 месяцев. О сложной финансовой ситуации компании стало известно осенью прошлого года. В декабре застройщика признали банкротом. Тему продолжит Екатерина Деревянко. У кого ручку я брала? Еще никогда в приемной президента по краю не было так многолюдно. Обманутые дольщики реставрации оккупировали весь первый этаж. Очередь растянулась далеко за пределами здания. У семьи Пытько двое маленьких детей. В 2017 году супруги в ипотеку купили квартиру в микрорайоне Солнечный. Поначалу, рассказывает Марина, стройка шла быстро. Однако в сентябре прошлого года все остановилось. Живем сейчас с родителями, потому что никак снимать это. Деньги нужны снимать на жилье. Уютимся с родителями. Обратиться за помощью главе государства пришли более 200 человек. Всего же от действий недобросовестного застройщика пострадали полторы тысячи дольщиков. О сложной финансовой ситуации новое руководство компании реставрации объявило осенью прошлого года. Тогда же на бывшее руководство завели уголовное дело. В декабре арбитражный суд признал застройщика банкротом. Недостроенными остались 10 многоквартирных домов. На контроль ситуацию взял Краевую Минстрой. Но, по словам дольщиков, уже 4 месяца результатов нет. Они отписываются, говорят, что работа ведется. В настоящее время рассматриваются в межведомственной комиссии какие-то вопросы. Но фактических действий никаких не предпринимается. Нет планов достройки, нет дорожных карт. Раз государство создало такую ситуацию, когда дольщики не защищены ни с какой стороны, я считаю, что государство обязано просто нам помогать в данном случае. Раз государство допустило, значит, оно должно исправлять свои ошибки. В Краевом министерстве правительства дольщиков успокаивают. Сегодня в ведомстве прошло очередное заседание по этому вопросу. Чиновники уверяют, все дома будут сданы. Сейчас специалисты определяют стоимость достройки по каждому объекту. Во-первых, что на федеральном уровне было сказано, то, что это действительно не будут краевые деньги. Раз по количеству, безусловно, их будет ровно столько, сколько необходимо для достройки. Конкретный источник этих денег не определен. Когда мы получим документальное подтверждение, я думаю, что на сегодняшний момент этого и не надо, потому что единомоментное выделение таких сумм денег в принципе не надо. То есть это нужен просто ресурс, который будет использоваться по мере строительства. И не ранее, чем возникнет вот та экспертно подтвержденная сумма по каждому дому, сколько вообще требуется. В министерстве строительства также добавили, начать достройку проблемных домов реставрации чиновники ориентировочно планируют уже в середине лета. Екатерина Деревянко, Алексей Егоров, Афонтова новости. Крупная коммунальная авария в соседнем, с Красноярским краем Хакасии. Вторые сутки люди остаются без отопления и горячего водоснабжения. Там произошел серьезный порыв. Местные власти обещали восстановить тепло к вечеру. Но ВОЗ и на не там Ольга Хохлова разбиралась в проблеме и готова рассказать подробнее. Итак, действительно, авария произошла в Черногорске. Если быть точнее, то порыв случился вообще за городом. Известно, что коммунальщики о нем знали, но не стали ремонтировать сети, чтобы не отключать людей специально от отопления. Решили дождаться, когда спадут морозы. Но незначительный порыв быстро приобрел совсем другой масштаб. Черногорцы неожиданно для всех ночью обнаружили, что батареи холодные. От тепла отключились больше 200 жилых домов и 30 социальных объектов. Только вдумайтесь в эти цифры. Это больше 16 тысяч жителей, примерно пятая часть города. Сейчас часть жилых зданий переподключили к другой схеме. И по предварительной информации, сейчас мерзнут жители 75 домов. Мы связались с жителями из Черногорска. Давайте послушаем, что они рассказывают. У меня была температура сегодня 9 градусов. Тем временем глава Хакасии Валентин Коновалов прервал свою поездку в Сочи и уже возвращается в Черногорск. Больше суток по Хакасии ходили разговоры о возможной эвакуации всех замерзающих. И вот сегодня власти предложили людям временное размещение в общежитиях и гостиницах. С таким заявлением выступила глава Черногорска. Давайте послушаем. Есть возможность эвакуации и определения размещения населения. Работы ведутся под контролем совместно с правительством республики Хакасии. И задействована вся возможная техника, обеспечена, еще раз повторяю, материалом. То есть хотелось бы обратиться к жителям города, что ситуация находится под контролем. На месте порыва работают аварийные службы. Около пяти часов вечера они начали варить трубы. Работа еще не закончена. Говорят, в лучшем случае ремонт завершится ближе к ночи. Задействованы 10 единиц техники, в том числе экскаваторы, кран и мотопомпы. Планируется, что тепло в квартирах появится к утру завтрашнего дня. Мы будем следить за ситуацией в Черногорске. 65 новых автомобилей получила Красноярская скорая помощь. Для сравнения, всего в городе 95 машин. И теперь большую часть заменят на новые. Спецтранспорт выпустили в этом году. Таких реанимобилей, кстати, в Красноярске не было никогда. Эти машины будут работать во время универсиады на спортивных объектах и не только. В машинах есть самое современное оборудование, которое поможет качественно оказывать медицинские услуги. А главное, они гораздо удобнее и для пациентов, и для самих медиков. Технику приобрели за счет краевого и федерального бюджетов. Мы получили 65 автомобилей. И, естественно, эти 65 автомобилей заменили те автомобили, которые были у нас на линии, которые выезжали, вы сами видели. И сейчас у нас практически 100% весь автопарк до 5 лет. Эти автомобили останутся после универсиады работать для оказания скорой медицинской помощи жителям города Красноярска. Но даже новая машина скорой помощи может задержаться по дороге, например, из-за пробок. Медики говорят, теперь ничего страшного. Врачи, внимание, будут передвигаться по воздуху. Сразу два новеньких вертолета купили специально для универсиады. Сегодня один из них прилетел на срочный вызов в Бобровый лог. Правда, это были учения. Медики тренируются правильно госпитализировать пациентов. На учениях побывала и наша съемочная группа. Вместо сирены маячков шум разрезающего воздух винта. Этот звук говорит о том, что помощь уже близко. По легенде, спортсмен на соревнованиях получил травму. Его нужно срочно госпитализировать. Машина скорой помощи может попасть в пробку. И врачи потеряют много времени. На вертолете транспортировка займет минуты. Вертолет, если забирает пациента, например, с Бобрового лога или с сопки, будет отсутствовать около 20 минут. То есть этого времени будет достаточно для того, чтобы взять пациента с объекта универсиады, довести его до краевой клинической больницы. Там безопасно его передать в руки докторов больницы и вернуться обратно на объект. Один такой еврокоптер будет дежурить в Бобровом логу, в другой на сопке. Вертолеты на отдаленных от города объектах – это международное требование ФИСУ. С такой техникой наши медики еще не работали и сейчас тренируются, чтобы на универсиаде все действия были отлажены. Поднимаем и ногами туда его заходим. Либо же второй вариант. Мы его ставим на землю. Здесь у нас будут носилки, которые напополам складываются. Мы под него подкладываем эти носилки с двух сторон, цепляем ремнями и туда заносим. Тут надо сразу понимать, что помимо вертолета на объектах дежурит и скорая помощь, и реанимационная бригада, и бригада класса Б, врачебная бригада. И в зависимости от состояния и необходимого пациенту оказания помощи, собственно говоря, принимается выбор, нет клиентской группы. Конечно, безусловно, наибольший риск есть у спортсменов, у тех, кто находится на трассе. Наибольший риск. Но если, не дай бог, с кем-то приключилась беда, которая потребует вот такого способа, то пациент, он всегда пациент. Здоровье человека, приучесть его. Новенькие еврокоптеры после универсиады усилят существующий флот санавиации. Такие вертолеты гораздо быстрее и проворнее тяжелых Ми-8. Антон Шевчук, Андрей Ткачуков, Антон Новости. Семь дней столько осталось у красноярцев, чтобы аккредитовать автомобили для проезда в зону безопасности объектов универсиады. В эту самую зону попали целые жилые районы с 21 февраля по 14 марта. Все, у кого нет документов вот этой самой аккредитации, проехать к своим домам не смогут и ругаться. Тогда уже будет бесполезно. Где и как оформить пропуска, знает Клавдей Стельмахович. Улица Биатлонная. Еще сейчас по ней автомобили ходят. Но уже с 21 февраля движение здесь будет ограничено. Это периметр безопасности объекта универсиады. В Октябрьском районе таких домов, которые попадают в периметры безопасности, аж 250. И жителям каждого из них необходимо оформить пропуска на свои автомобили. Тот, кто пропуска не оформит, будет ходить пешком. Но таковы требования безопасности. Ни одна неизвестная машина на пушечный выстрел не должна быть допущена к спортивным объектам. А потому пропуски придется делать второй раз. Пожимает плечами в мэрии. Аккредитация на тестовые соревнования – это аккредитация на тестовые соревнования. А к универсиаде надо будет подготовиться отдельно, конечно. И для этого, как мы говорили, обратиться в администрацию. Такой же пакет документов, да? Все так же? Да, все так же, абсолютно. Для того, чтобы оформить пропуск, вам необходимо прийти в вашу районную администрацию. И взять с собой небольшой пакет документов. Это документы на ваш автомобиль, водительское удостоверение, страховка вашей машины, доверенность, если вы ездите по доверенности, и свидетельство о регистрации транспортного средства, так называемый СТС. Также вам обязательно нужен паспорт, в котором у вас есть регистрация по месту жительства или пребывания. Пропуск вам должны оформить сразу по обращению. В администрациях работают целые отделы специалистов, которые этим занимаются. Обо всех нюансах аккредитации можно узнать в районных администрациях по телефонам горячей линии. Коммерческим организациям, например, необходимо оформить только служебный транспорт. Личные автомобили сотрудников аккредитовывать не будут. Обратите внимание, для каждого района телефон свой. Универсиадный пропуск будет отличаться от тех, что были на тестовых соревнованиях, но у него также сохраняется голограмма, номер автомобиля, который на видном месте. И размещаться он должен, как показано в памятке с обратной стороны, в левом верхнем углу. Клавдий Стримахович, Евгений Иванов, Афонтово, новости. Вы смотрите новости Афонтово и мы продолжаем выпуск. Городские автобусы проверили на чистоту. Рейд прошел в Свердловском районе на конечной остановке ЛДК. За 20 минут специалисты Департамента транспорта проверили 6 машин 95, 52, 23 и 98 маршрутов. Именно на их санитарное состояние, уверяют специалисты, пассажиры жалуются чаще всего. Чиновники осмотрели внешний вид из салона автобусов, проверили, исправны ли сидения, актуальна ли информация для людей, есть ли специальные молотки и огнетушители. Особое внимание уделили выдвижной аппарели для маломобильных граждан. В итоге только один водитель не смог опустить аппарель, потому что она примерзла. В двух автобусах обнаружили пыль и потертые сидения. Были также замечания к внешнему виду, у одной машины слезла краска. Водителям предписали нарушение устранить. Если они этого не сделают, перевозчикам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Работа по этому вопросу по контролю за состоянием транспортных средств ведется постоянно. У нас есть служба контроля, которая обязана это делать и выполнять. Сегодня мы посмотрели в сущности 10 часов утра, начало 11-го. Автобусы уже работают в 6 часов на линии. И видно, что автобусы все-таки вышли в линию мытые, чистые, готовые к эксплуатации. Есть, конечно, недостатки, которые мы проверили. В течение дня мы берем на контроль то, что мы проверили. И постараемся их сегодня уже посмотреть. Если не получится сегодня, то завтра мы в любом случае устранение этих недостатков мы отследим. Отлавливать безнадзорных животных будут зоозащитники организации «Бездомный пес». Это та же компания, что занималась отломом в прошлом году. Общественники снизили начальную цену контракта на 19%. Они готовы отлавливать животных почти за 2,5 миллиона рублей. Сейчас административная комиссия изучает документы этой организации. Если бумаги будут соответствовать требованиям законодательства, контракт с бездомным псом подпишут в конце февраля. Напомню, сейчас в Красноярске действует гуманный принцип отлова безнадзорных животных. Планового отлова в городе нет. Бригады выезжают только по заявкам жителей, которые поступают в службу 005. Пойманных животных увозят в пункт передержки. Там их осматривает ветеринар. Если врачи обнаруживают опасное заболевание, животные усыпляют. Болеющих собак лечат, остальных стерилизуют и вновь отпускают на городские улицы. Проблем со связью во время универсиады не будет. Компания «Мегафон» завершает установку оборудования, которое позволит пользоваться интернетом на самой высокой скорости. Например, в «Кристалл-арене» специалисты компании создали уникальную систему, к которой смогут подключиться и другие операторы. В самом комплексе установлено 100 антенн, а мощность базовой станции в три раза больше обычной городской. Всего же на спортивных объектах и маршрутах универсиады появится более 40 новых базовых станций, и плюс еще 20 существующих модернизировали. Кроме того, в городе будет работать 4 передвижных комплекса сотовой связи. Они обеспечат труднодоступные места. Такие, как, например, кластер «Сопка» и заповедник «Столбы». Также оператор за последний год в полтора раза увеличил объем 4G-сети в целом на территории Красноярска, чтобы подготовить свою инфраструктуру к повышенным нагрузкам. Хотелось бы, чтобы после завершения универсиады эти потрясающие спортивные объекты не только остались нам в наследство, но и вся инфраструктура современная, в том числе и сотовая связь. Кроме того, в этом году мы начали проект и закончили построительство волоконно-оптической линии связи, которая будет обеспечивать покрытие в новом терминале аэропорта Красноярска, что позволит обеспечить качественную связь спортсменов и гостей нашего города. Поэтому мы уверены, что универсиада пройдет у нас в городе на высокой скорости. Тысяча и одна лайка, сотни варежек и шарфов и вязаных хоккеист. Сегодня в дирекцию универсиады подвели итоги проекта «Подарки своими руками». Полтора года жители края готовили сюрпризы для гостей и участников универсиады. За это время общими усилиями сделали 4332 подарка. Все подробности у Клавы Дистельмаховича. А теперь скажите, какое сегодня число? 14 февраля сегодня. У студентки Алины горячая страда. Девушка сдает экзамены, но, несмотря на большую академическую нагрузку, третья курсница нашла время показать, как пользоваться ее календарем. Правильную цифру еще нужно отыскать. Вместе с одногруппниками они изготовили их 5 штук и все в подарок. Хотелось бы, конечно, чтобы делегаться из России нашим спортсменам, потому что мы все-таки болеем за нашу страну. Ну, а по виду спорта я люблю хоккей, наверное, чтобы хоккеистам. Кому-нибудь из хоккеистов. Людей, которые своими руками полтора года готовили подарки спортсменам и тренерам, по всему краю набралось почти 4,5 тысячи. Пенсионеры вязали теплые шапки и игрушки. Школьники и воспитанники детских садов усердно выводили акварелью вида Красноярска. Премесленники творили из дерева и берестых кожи фетра войлока. В андероле с пометкой подарок для универсиады приходили и из Северо-Енисейска, и из Боготола, и даже Санкт-Петербурга. Подарки совершенно разные, и дарить их будут, исходя из того, кому они предназначаются. Например, вот этот вот симпатичный хоккеист, скорее всего, достанется игрокам национальной сборной по хоккею. Ну, а вот сноубордист из полимерной глины попадет в руки делегации, у которой есть сноубордисты. Кстати, спортсмены тоже могут сказать спасибо. Им достанутся вот такие открытки, на которых можно будет изложить все свои благодарности в письменном виде. На каждую игрушку крепят бирку с именем дарителя и его электронной почтой. Расчувствовавшиеся спортсмены при желании смогут лично написать трогательное послание. Мы решили вручать эти подарки на приветственных церемониях, которые будут проходить в деревне. Проходить они будут с 24 числа, и там уже в конце приветственной церемонии будут рассказывать про этот проект, и жители Красноярска будут вручать их. Вот эта синяя собака оказалась слишком большой и хрупкой, поэтому ее отправят в музей ФИСУ. Подарки всем миром для участников студенческих игр приготовили впервые. В Красноярске зародилась новая универсиадная традиция. Клавдий Сельмахович, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости. Спустя год Николай Алюнин встал на сноуборд. Спортсмен прокатился по склонам Бобрового лога. Тем временем футбольный ЕСЕ на сборе в Турции не проиграл еще ни одного контрольного матча. Все подробности в спортобзоре Антона Соркина. Пятеро сноубордистов в крае вошли в состав студенческой сборной России. На универсиаде честь страны будут представлять новоиспеченный чемпион мира в параллельных спинах Дмитрий Логинов, а также Кристина Пауль и Даниил Дильман в борткроссе. Двое последних принимали участие в январских тестовых соревнованиях, просчетших на кластере Сопка. Дильман стал победителем этапа Кубка России. Пауль после падения в финале заняла четвертое место. Добавим, что еще два красноярца Дмитрий Таймулин и Кирилл Кузнецов попали в резервный состав студенческой сборной. А тем временем потихоньку форму начал набирать Николай Алюнин. В социальной сети спортсмен выложил видео своего спуска с горы в Бавровом лагу. Как видно, серебряный призер Олимпиады в Сочи чувствует себя хорошо на сноуборде. Напомним, год назад Николай сломал ногу на играх в Пхенчхане. Он уже перенес три операции. Впереди еще одно хирургическое вмешательство. В ноге спортсмена до сих пор находится металлическая пластина. Наставник сборной звезд России на галом матче всех звезд единой лиги Олег Акулов определился со стартовым составом. Тренер выбрал игроков, представляющих пятерку лидирующих команд чемпионата. Сергей Моня-Химки, Никита Курбанов-ЦСК, Евгений Воронов-Зенит, Артем Клименко-Уникс и Дмитрий Кулагин-Локомотив-Кубань. Отметим, на тренерском мостике Акулову будет помогать его ассистент в клубе Павел Дергачев. Также в матче всех звезд примет участие Диэнджело Харрисон. Он будет играть за сборную звезд мира. Главное баскетбольное шоу года пройдет в Москве в это воскресенье. Если побеждает, то только с разгромом. Футбольный Енисей оформил вторую победу на сборах в Турции. Команда Дмитрия Оленичева при подготовке к весенней части чемпионата премьер-лиги уверенно обыграла казахстанский «Шахтер». Ворота соперника «Красносини» отправили четыре безответных мяча. Хитрик оформил Артур Саркисов. Еще один гол на свой счет записал Фегар Агуда. Результат – это, я думаю, хорошо работали на тренировках, выполнили установку, готовимся полномерно. Так что подойдем, я думаю, в оптимальной кондиции к сезону. Для Енисея это была уже шестая товарищеская игра на сборах в Турции. И пока сибиряки не потерпели ни одного поражения. На счету Красноярского клуба две победы и четыре ничьи. Впереди у Львов еще три контрольных матча. Возобновится чемпионат премьер-лиги для Енисея 3 марта. В Сочи на стадионе «Фишт» команда примет Ростов. Антон Соркин, Афонтова Спорт. Подписывайтесь на Афонтова в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. Следите за новостями на нашем сайте afontova.ru. Простите. В студии для вас работала Ольга Дубровская. На этом все. Сегодня день всех влюбленных. Не забывайте об этом. Берегите друг друга. Продолжение следует...